Почему это интересно? Не тому радуйтесь, что бесы вам повинуются, но тому, что имена ваши написаны на небесах. Потому что сущность христианской общины, христианской церкви, общины христиан, не в том, что у нее есть сила, причем даже духовная сила, а в том, кто же они такие, ученики. Ну, то есть, то, что вы бесов разгонять научились, ну да, но это далеко не главное. Это должно стать как бы побочным эффектом. И дай Бог нам иметь такую веру и Святого Духа, чтобы мы могли исцелять и бесов изгонять и так далее. Это должно быть, если в нас будет Святой Дух. Но не для этого Господь своих учеников делает имя учениками. То есть, тут дело не в прикладном характере, тут дело в освящении. Что значит имена ваши написаны на небесах? Ну, понятно, что это некий образ некой небесной книги. Может быть, в таком буквальном смысле слова на небесах и не лежит такая книга. Это образ для того, чтобы показать, что вот эти люди – это Божья семья. Вот будучи Его семьей, они с Ним, с Господом едины. И в этом смысле они будут делать то, что делает и он. А что касается силы, то это соблазн всей христианской истории, к сожалению, не духовные силы стяжать. Потому что, хотя некоторые и этим тоже злоупотребляют. Исцеление можно превратить хоть в создание себе популярности, а то и просто в бизнес. Тут речь уже о симонии будет идти. Но сила даже мирская, когда церковь сливалась, скажем, с государством, начинала огнем и мечом обращать и крестить народы и так далее, и так далее. Но это все уже просто отступление от Евангелия и разворот на 180 градусов от того, что в Евангелии Христос провозглашает как свой метод, свой путь. Где отказ от насилия – одна из центральных вещей в его учении. И про это на одном из следующих занятий специально поговорим. Потому что у нас была уже тема учения Христа как учения о Царстве Божьем, о Царстве Бога, о Царствовании Бога. Но мы совсем не говорили еще про моральное учение и про другие аспекты его учения, про учение об Отце. Мы специальный тогда день для этого выделим и об этом тоже поговорим. Ну и вот продолжая тему ученичества в Евангелии. Смотрите, вот если брать Евангелие от Марка, 16 глав. Прямо ровно посередине, из 16 глав, 8 глава. Этот момент, когда он уже видит, что чему-то они должны были научиться, наверное, чему-то научились. Но чему? Не каким-то, опять же, прикладным вещам или теоретическим вещам. Раз мы говорим, что в центре отношения с ним, точнее в центре он сам, то вот а кто же он для них? Мы же сегодня с вами говорили, да, что христианин я или не христианин, христианка я или не христианка определяется тем, кто Иисус из Назарета для меня. И вот он устроил им, так сказать, близ Кесарии Филипповой, близ города Кесария такой опрос, да, а кем почитают меня люди? За кого меня люди считают? В народе. Вот вы там слышите разговоры? Что народ-то говорит? Ну и множество там версий звучит, кто-то считает, что Иоанн Креститель воскрес, кто-то считает за Илью, за Иеремию, за одного из древних пророков, ну потому что явно пророк. Хорошо, а вы кем меня считаете? Кто я для вас? Петр, он такой самый из всех, знаете, импульсивный, самый такой инициативный. Он обычно берет на себя инициативу, если особенно нужно выразить общее мнение. А тут очевидно, что мнение у них у всех сложилось, и Петр выражает общее мнение, говорит, ты Мессия, сын Бога Живого. То есть вот это им открылось, но Господь не то чтобы его сильно хвалит, он, конечно, сказал, что ты счастлив, блажен ты, Симон, сын Иоанн. Но чем, почему счастлив? Не потому, что ты такой молодец, так все правильно понял, да, и вообще все вы молодцы. Нет, оказывается, это Отец открыл. Смотрите, дословно, как там звучат слова Христа. Блажен ты, Симон, сын Иоанн, ибо не плоть и кровь открыли тебе это. Плоть и кровь означают люди, то есть это не люди тебе сообщили, не от людей ты научился, да и не сам, так сказать, докумекал своим умом, потому что ты и каждый из нас это тоже плоть, но это открыл Отец, Отец мой, говорит Иисус, который на небесах. Рекординг и прогресс. Это значит, что вера открывается нам не потому, что мы сделали правильный выбор, потому что люди же часто склонны считать, что вот Бог нас призывает, а мы такие молодцы, ну, может быть, это не сознательно в таких словах даже формулируется, но может быть, мы подсознательно считаем, а мы, значит, сделали правильный выбор. Вот эти плохие люди сделали неправильный выбор, Бога отвергли, а мы сделали правильный выбор. Но это тогда путь к чему? К тому, чтобы самих себя похвалить, так сказать, да, возгордиться, грубо говоря, и сказать, ну, пускай мы и не делами спасаемся, а это-то нам апостол ясно говорит, что человек делами не спасается, но верой-то он спасается, а уверовали-то кто мы, а значит, какие мы молодцы. Но что Христос-то говорит Петру? Что это Отец мой, который на небесах тебе это открыл. То есть оказывается, что и вера тоже не от нас, а от Бога. И это, я бы сказал, тема довольно таинственная. Почему? Потому что, ну, тут и много споров среди христиан, причем не только среди христиан разных исповеданий, потому что есть, скажем, исповедания кальвинисты. Они вовсе отрицают свободу воли, и они считают, что вообще, вот человек делает только то, что Бог определил, и вот что Бог предопределил заранее, вот тот человек и делает. Другие исповедания, там, не только православные католики, но и другие считают, что нет, что человек имеет свободу воли. Это, конечно, разговор связанный, вот все то, что я сейчас говорю, это все темы связанные одна с другой. Реальность, духовная, божественная реальность, она сложнее, чем наши вот эти вот дилеммы, либо так, либо так. Духовная вот эта божественная реальность, она как бы, что называется, диалектически, или таким вот таинственным образом объединяет, она может объединять, понимаете, оба ответа на этот вопрос. Как вот это может быть? Я не знаю, что человек и имеет свободы воли, и в то же время это Бог определяет. Вот человек вот и сам уверовал и должен избрать правильный путь, а в то же время это никто иной, как сам Бог ему открыл. Так за кем же тогда первое слово? То есть ответа однозначного и окончательного получить нам не удается, но, может быть, единственной правильной такой будет формулировкой, что мы должны действовать вместе с Богом. То есть у Бога приоритет, Он дает веру, Он нас призывает, а действительно в Писании сказано, что Он призвал тех, кого хотел призвать, так же, как и сам Христос призывает своих учеников. Но дальше не мы сами действуем, какие мы молодцы, тогда было бы. Нет, а мы действуем вместе с Ним. И вот в этом залог успеха. Опять же вспоминаем апостола Павла, «Уже не я живу, но живет во мне Христос». То есть когда не я начинаю своими силами действовать, пускай даже и хорошо, с верой Бога и так далее, и так далее, нет. Но когда в нас приходит божественная жизнь, она начинает в нас действовать, мы тоже не уклоняемся от того, чтобы соблюдать заповеди, потому что расслабиться и сказать, «Ну, все равно я уже спасен, значит, теперь, ах, ходи, гуляй и делай, что хочешь». Нет, это путь гибельный, и он возможен для человека. И такое бывает, когда человек, успокоившись, пускается во все тяжкие, то есть наоборот, грехи. Это не наш путь, что называется. Нет, и самому собрать силы и действовать по воле Божьей, то есть усилия необходимы, но в то же время помнить все время, что ведет он. Не я веду, и не я сам иду, а он ведет каждого и каждую из нас. Ну, тема не очень простая. Если будут вопросы, то с удовольствием я продолжу на эту тему разговор. И вот интересно еще вот что. Чуть-чуть добавлю к предыдущему. Вот мы сейчас с вами говорили, да, про то, что Петр выразил эту общую веру всех апостолов. Там Господь еще говорит ему такие слова. Ты, Петр... Он дает ему как бы прозвище такое, да? Ну, не как бы, а именно что прозвище, потому что это же не имя. Имя было обычное. Симон, Симеон, это одно и то же. А Петр, то есть камень, это прозвище, означающее не только его, видимо, некий характер, да, он такой человек с характером, апостол Симон Петр, но и то, что на этом камне созижду я церковь мою. А что значит на этом камне? Ну, вот на этой вере. И опять у нас сегодня уже неоднократно, уже даже не двукратно прозвучало, что наше отношение к тому, кто такой Иисус, определяет, христианин мы или нет. Так? Так. А это значит, что ключевой момент – это вера в Него. И вот на этой вере основывается Его община, Его экклессия, Его церковь. Так вот, я хотел отметить интересный момент, что после этого сразу же Господь опять же говорит о своих страданиях, которые Ему предстоят в Иерусалиме, и тут же Петр начинает Ему противоречить. Это опять про то, что наша вера не делает нас безошибочными. Мы можем что-то не понимать, мы можем прямо-таки не туда даже иногда зарулить. Это, к сожалению, часто происходит, и когда видишь кого-то из таких, из добрых христиан, что человек начинает вдруг какую-то ересь в кавычках донести. Ну, что делать? Ну, вот мы все несовершенные. И вот тут же Петр сказал, Господи, будь милостив к себе. Дескать, не ходи-ка ты на это распятие, зачем тебе это надо, и так далее, и так далее. Ответ Христа, он жесткий такой очень. Гряди за мною, сатана. Это в Кассиановском переводе, да? А в Синодальном не совсем точно. Отойди от меня, сатана. Но так или иначе, назвать сатаной, того, кто только что был назван камнем, на вере которого будет созидаться церковь, это, конечно, так вот и парадоксально, и странно. Но, с другой стороны, как, кроме такой резкости, показать, что ну не то ты сказал. Давай, ты, конечно, тут высказался, как кто-то, кто противоречит мне и моему пути, желает сказать ему Христос. Но ты все-таки за мною иди. За мной иди. Ты отбрось вот эти сомнения, и слушай внимательнее, и иди за мной. Так сказать, не забегай вперед, не решай за меня, говорит как бы Петру Христос. А иди за мной. Вот. Ну и преображение. Интересный момент, который заключается в том, что вот, опять же, вот эти трое близких учеников видели его в славе, такой, какой они увидят его уже, когда он воскреснет из мертвых. И только лишь они спускались, спустились с этой горы преображения. Господь, кстати, сказал пока что никому не говорить, не разглашать, потому что он не хочет, чтобы иудеи раньше времени принимали его за мессию. Вот это тоже таинственный момент. Казалось бы, он не скрывает, но он понимает, что они могут понять не так. Они могут подумать, что он хочет стать светским царем и полководцем. Как многие понимали вот этот термин мессии. Он говорит, пока не говорите, пускай это будет тайна, то, что вы видели на горе. И тут внизу вдруг отец с мальчиком, который болен, ну, предположительно эпилепсией, так или иначе, какие-то у него там припадки. Он падает, катается, и что-то такое, пена у него изо рта идет. И вот отец жалуется. Говорит, учеников твоих я просил, чтобы исцелили, и они не смогли. Не смогли. Почему не смогли? Вроде бы уже вот смотрите, уже они и по городам ходили, уже и была им дана эта способность была. Ну, очевидно, что не все болезни одинаковые, или если это одержимость демоном, не все демоны одинаковые. Вот тут не смогли. Там дальше два момента примечательных. Один заключается в том, что Господь с таким тяжким вздохом говорит, долго ли мне еще быть с вами, долго ли мне терпеть вас, род лукавый и прелюбодейный, и непонятно, кому обращены слова. Не то к демонам, не то к ученикам, не то к народу. И другая фраза, это да, вопрос остается открытым. Не все в тексте Евангелия имеет однозначный правильный ответ. Каждый может поразмыслить и для себя свой ответ найти, с одной стороны. С другой стороны, фраза, которая идет дальше, что род сей изгоняется только молитвою постом, библеисты отмечают, что постом, пожалуй, было прибавлено позже. Это, кстати, про несколько мест в Евангелии говорится. Но одно такое место точно есть и принципиально ничего не меняет, потому что пост к вопросу о идущем сейчас великом посте, он никогда не самодостаточен. Это только средство усиления молитвы. Нельзя механическим способом, магическим, от слова магизм, совершить какое-то духовное дело только своими живыми взаимоотношениями с Богом. В чем отличие магии? Вот на днях, помните запись на эту тему, отличие магии от живой религиозности. И вот мы сегодня слово религия в таком отрицательном смысле слова употребляли. Сейчас я скорее употребляю его в положительном смысле слова, как связь с Богом. Может быть, живая связь с Богом, она проявляется в молитве. А может быть, магизм. Я совершаю ряд манипуляций, читаю ли тексты, совершаю ли обряды, или какие-то еще там что-то куда-то, значит, что-то сварил, что-то посыпал, что-то там пробормотал. И так далее, и так далее. И вот понятно, да, противопоставляется механическое действие, либо живое действие, взаимодействие личностей, личность Бога и личность человека. Одно магическое отношение – это манипуляция Богом и духовными силами. Когда не принимаются во внимание личные взаимоотношения, а просто, как в науке, нажми на кнопку, получишь результат. Бог должен подчиниться, силы этого мира должны подчиниться, ангельские или демонские должны подчиниться. Вот это подход науки, подход магизма, подход истинных взаимоотношений с Богом, подход духовный, подход личностный. Понятно, да, этого противопоставления, как и книга есть известная на эту тему, она так и называет, противопоставляя магизм и единобожие. Хорошо. Ну вот, это все к теме учеников. Продолжение следует...